всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду больше всего на свете я люблю блюда с которыми не нужно часами стоять над плитой что-то добавляя убавляя смешивая перемешивая в смысле люблю готовить сажать да и любую вкусняшку не дурак пусть даже результата придется ждать час-два-три главное чтобы пришел на кухню на строгал все быстренько минут за двадцать все свалил в кастрюлю и ушел а потом пришел и порадовался сегодня как раз таки такое блюдо из свиных щек в испании срезает мясо самых странных частей свиной туши в россии например не замечал что какой-нибудь мясниках отделяла в испании пожалуйста в россии общих ты чаще всего голову целиком продают ну или половинками а здесь нет пятачок частью рыло отдельно свиной ушки отдельно щековину отдельно и вот эти мышцы это вот с одной щеки это с другой тоже щековины снимают а для сегодняшнего блюда совершенно не обязательно брать именно свиные щеки берите часть окорок например или свиной шею тоже будет отлично кроме того понадобится немного муки для панировки лук чеснок стакан белого сухого вина и мед да мед белое сухое вино и мед вот такой интересный соус именно из-за него и затеял сегодняшний ролик поехали наливаю растительного масла пусть греется кастрюлю берите с толстым дном а лучше даже чугунок или утятницу щеки надо запанировать в муке тогда при обжарке корочка образуется быстрее да и вкус не будет такой и ярче и начинаю обжаривать не до готовности главное получить румяные бачка это самая корочка и даст львиную долю вкуса и аромата в готовом блюде процесс пошел как говорил один пятнистый политик я пока займусь луком его понадобится довольно много и нарезать надо не крупным кубиком если лука будет много то соус будет очень вкусный потому что лук содержит много сахара короче при обжарке уйдет луковые сахара карамелизуются и будет такой обалденный вкус не забывайте про мясо его надо переворачивать смотрите какая красота и следить кстати чтобы не горело ничего ароматы сожженного белка нам ни к чему чеснок тоже мелко нашинкую особенно сильно прямо отмельчить не стоит ну и целыми зубками в блюдо я конечно не стал добавлять от соусу хочется такой большей однородности я со временем вытащу чтобы не мешалось при обжарке в эту же посудину положу нарезанный лук весь и чеснок сюда же теперь огонь можно сделать чуть посильнее и помешивать чтобы ничего не сгорело необходимо чтобы лук стал прозрачным как раз к этому моменту вся горечь обычно уходит времени это займет от 8 там до 20 минут тут все зависит от количества лука вашей кастрюле вот как раз то состояние что мне требуется теперь добавлю вино и мед и надо подождать минуты 2 чтобы алкоголь весь выкипел тут обязательно кто-нибудь расскажет что мед ни в коем случае нельзя нагревать потому что в каком-то женском журнале написали что при этом образуется яд я этот вопрос внимательно изучил и вот что я вам доложу в этих многочисленных страшилках пишут что опасность представляет оксиметилфурфурол который образуется в меду из фруктозы при нагревании мясо кстати уже можно возвращать в кастрюлю так вот свежую меду этого самого оксиметилфурфурола обычно вообще не бывает ну есть только пчел не кормили специально продуктами с ним однако давайте спросим себя сколько там вообще этого страшного яда так вот нормы из кстати сказать значительно более мягкие чем российские разрешают до 40 миллиграмм на килограмм меда для обычного меда и до 80 для меда из жарких районов в институте питания российской академии наук установили что абсолютно безопасно для человеческого организма потребление до двух миллиграмм на килограмм веса человека это в день на посолите перца добавить и воды долить примерно столько я вот вижу около 80 килограмм так значит мне в день можно получать аж 160 миллиграмм этого вещества то есть чтобы вот мне например вплотную подобраться к этой самой норме мне нужно в день сожрать до двух килограммов меда из жарких районов или до 4 килограммов из обычных районов да раньше помру от того что не заняться клеится честное слово там уже вот ну серьезно получились женские журналы на этот несчастный мед в том же самом кофе например обжаренным не 40 не 80 миллиграмм 2000 миллиграмм на килограмм до любых кондитерских изделиях оксиметилфурфурола в десятки раз больше чем несчастный меде короче на этом незапланированный выпуск рубрики пищевые фобии позвольте закончить мясо будет тушиться на огне ниже среднего подкрышки примерно час так что у меня перерыв а у вас садится лопать осталось всего ничего самое время положить парочку лавровых листов и озаботиться гарниром я в рамках уже озвученной идеологии кулинарного лентяя хочу просто забросить картошку в духовку но чтобы она пропеклась быстрее надо ее нарезать и чтобы они только пропеклась быстрее и нарезка была быстрая и аккуратно использую вот такой примитивный ограничитель а чтобы на вкус повеселее было добавлю горчицы французской сладкой зернами это как мне кажется будет очень хорошо это что карто точно буду наговорю отправлю ее в духовку у меня разогрета до 200 градусов так соус у меня много но он жидковат поэтому бухнут огоньки прекрасно понимаю что настоящий повара сейчас призвительно плюют в экран но меня до лампочки я готовлю сейчас простецкое мужицкое блюдо и размешать огонь сейчас самый слабый пусть тушится пусть загустевает кстати вот именно на этом этапе надо попробовать и при необходимости выправить на вкус ну там соль сахар может перцем захочется добавить так что у меня перерыв до окончания приготовления картошки а у вас продолжение аэроэксурсии и вот теперь можно радоваться в смысле трескать смотрите какой соус просто обалдеть блюдо такого типа обожаю вот если вам тоже хочется получить такой же вот однородный гомогенный соус но при этом мелко резать лук в начале процесса лень то можете резать его крупно но в конце непосредственно перед подачей но может быть за пять за 10 минут блендером пробить его и все ну то есть мясо в сторону отодвиньте и блендером измельчите и получите тоже такую же однородную гомогенную структуру но на мой вкус все же лучше наверное в начале мелко резать потому что когда блендером работаешь воздух подсасывается туда вкус немножко меняется становится на мой вот тому взгляд немножко хуже ладно давайте уже пробовать смотрите какое мясо видите но разваливается разваливается просто просто сказка просто песня нежнятина неприличная нежнятина просто таять во рту при этом соус за счет сочетания вина белого сухого кого кисленького и за счет меда такой кисло сладкий вкус очень мягкий очень очень насыщенный мясной просто вот просто сказка какая-то нет может дело конечно что в том что я очень люблю тушеное мясо и вот картошечка такая же с кисло сладкой горчицы французской очень просто очень по-мужицки и очень вкусно дедайте все это буду уже за кадром для того чтобы у вас вашим обильным выделением желудочного сока не провоцировать появление язвы желудка огромное спасибо на вам на то что ставите лайки и дизлайки за то что репостите за то что комментируете за то что вы просто есть отдельное спасибо спонсору самулин благодаря его спонсорской поддержки я могу выпускать эти ролики вам спасибо за компанию всем пока спасибо за просмотр!